Приветствую вас сегодня на нашей передаче. Я рад, что вы присоединились к нам, чтобы вновь обрести смелость, собраться силами или получить вдохновение от Слова Божьего. Мы находимся с вами в середине выпуска «Вера», которая работает. Сегодня мы поговорим о том, как держать под контролем свои заботы. Вера работает, говорит и действует согласно Слову Божьему. Слово — это сам Бог, это наше знание о Нем, кто Он и что Он делает, что Он видит и как думает, и что Он говорит. Я говорил о вере и о болезни, а Илона говорила с вами о вере, побеждающей страх. Сегодня же мы поговорим о том, как вы можете жить без забот, в то время как заботы повсеместно вас окружают и копятся вокруг вас. Потому что ни о чем не волноваться, это не означает не иметь забот. У вас может быть гора забот, но вы остаетесь спокойны. Сейчас некоторые люди очень обеспокоены ситуацией вокруг коронавируса, другие же, напротив, совсем об этом не думают, потому что это не их проблема. Кто-то беспокоится о работе, компании, финансах, о работе, больнице в это непростое время, об образовании детей, проблемах молодежи в такое сложное время. Кто-то думает об одиноких людях, о восстановлении экономики после проблем. Волнуются о правительственных мерах, достаточны или недостаточны они для решения настоящих проблем, правильны они или нет. «Волнуемся о вакцинации, я могу продолжать и продолжать все в таком же ключе». Время короны, время волнений. Напрашивается вопрос, как же нам быть со всеми нашими заботами. Я считаю, что коронавирус до сих пор нельзя сравнивать со Второй мировой войной. Кори Тенбум, знаменитая голландка, пример всем, как она пережила несправедливость, ужасы войны, которые коснулись ее лично. Я думаю, многие из нас, я по крайней мере, вдохновлен примерами наших бак, бабушек и дедушек, как они жили во время Второй мировой войны. Во время голода, преследования, несправедливости, комендантского часа, и в один прекрасный день на нас с вами будут смотреть другие поколения. Поэтому я сегодня хочу вдохновить вас на то, как же нам держать под контролем все свои волнения. Как быть примером для наших детей и внуков и справляться с текущими условиями. Есть четыре пункта, которые вам необходимо знать, когда на вас вдруг нападут волнения и заботы. Я думаю, самое важное в любой ситуации — это первый пункт. Сохраняйте веру свою при любых условиях. Никогда не теряйте веры в Бога, доброго, милосердного, щедрого и верного. Он один — наша вечная жизнь. Он освободил Иова от всех забот. Вот выражение заботы Иова или плохие вести говорят сами за себя. И мы знаем, что Иов поначалу очень остро реагировал на плохие новости, которые он получал. Иов разозлился на Бога, а его друзья обвинили его в грехе вместо того, чтобы приободрить его и помочь ему обрести веру в себя. Друзья верили, что это Бог наказывал Иова за его грехи. Но в конце концов Иов перестает гневаться и понимает, что он говорил за свой народ перед Богом, и он несправедливо разозлился на Господа. Дьявол сказал Богу, если Иов будет терпеть неудачи, то он, конечно же, предаст тебя. И Господь допускает, чтобы он проверил веру Иова. Замысел Божий в том и есть, чтобы мы всегда держались за веру, несмотря на трудные времена, и не думали, как Иов, и не действовали так же, как друзья Иова. Но через все трудности Иов пронес свою веру. И другой вопрос, а были ли у Иосифа заботы? Да, и он оставался верен Господу, несмотря на предательство и соблазны. И в конце концов Иосиф говорил своим братьям, «Бог послал меня для вас, чтобы спасти весь народ». Если вам приходится проходить через что-то, это всегда для какой-то цели. Мы видим, что Иосиф сохранил свою веру. Возьмем другого. Были ли заботы у Петра? Помните, когда Петр предал Иисуса под страхом преследования? В Первом послании Петра говорится, «Все заботы возложатся на него, ибо он печется о вас». Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостоится ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Петр хочет нам сказать, не сходите с ума от забот своих. Не думайте, что вы единственный человек, у кого много забот. У всех свои заботы. Петр напоминает людям, что есть враг. Мы забываем, что дьявол существует. А Петр говорит, будьте на чеку, он есть. Но рыкающего льва не стоит бояться. Почему же нет? Давайте я вам расскажу. Львы рычат только на заходе солнца, когда темнеет. Они рычат, когда поймали добычу и закончили свою трапезу. То есть львы рычат тогда, когда они уже не представляют опасности. Если лев рычит, то это лишь напоминание о том, что надо быть на чеку. Лев рычит, когда есть люди вокруг, которые из-за грехов или волнений теряют свою веру. Люди, которые волнуются, подают соблазны, утешаются не тем, чем следуют. И они ходят во тьме. Люди, у которых есть проблемы, имеют склонность избегать общества. Они не просят помощи, всегда ходят одни, поэтому они становятся добычей льва. «Возложите свои заботы на него», — говорит Петр. «Он может нести все ваши заботы». И он уже понес все ваши заботы. «Не позволяйте отвлекать себя тому, что попадается вам на пути. Даже если вы спотыкаетесь, сохраняйте вашу веру в милость Божию и благодать вечную, ради которой вы были призваны Богом. И не ходите одни». Апостол Павел пишет, что он был поглощен волнениями. Они пытались контролировать его действия, потому что появлялись совершенно неожиданно. Во втором послании к Коринфянам Павел пишет, «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течения людей, забота о всех церквях». Видите, мы можем переживать из-за чего-то, потому что на нас лежит ответственность за нашу работу, за наши семьи, за нашу церковь. Но вместе с заботами, которые появляются, вместе с ответственностью, заботы и волнения могут приходить извне, «И они никак не связаны с нашей ответственностью». Павел говорит, «Меня били палками, бросали меня камнями. Я терпел кораблекрушение. Я переживал бурные реки, нападения, опасности в городе и за городом, опасности от язычников и евреев, голод, сон, холод. Мне было нечего надеяться, гора волнений». Во второпослании к Тимофею Павел пишет, «Подвигом добрым я подвязался». Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, которую даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Давайте вместе разберем этот стих. Павел говорит, «Я сохранил веру». Видите, жизнь — это не прогулка в раю. Это борьба с силами тьмы. И Павел говорит, «Держите стойко, используйте все свое вооружение». Павел говорит нам, «Это состязание в беге. Это путешествие со множеством свидетелей вокруг вас, которые уже прошли этот путь. Этот путь требует от вас настойчивости и концентрации только лишь на Иисусе». И только когда ваши глаза будут устремлены на Иисуса, вы сможете держать свои волнения и заботы под контролем. «Возлюбившее явление его», — говорит Павел. «Мы те, кто знает, что Иисус явился 2000 лет назад и скоро снова явятся перед нами. Наши глаза не сконцентрированы на этом мире, со всеми его заботами, но на предстоящем явлении Иисуса Христа. Потому что мы ожидаем явления Иисуса, и мы держимся стойко. Потому что мы ожидаем явления Христа, упорствуем. Потому что мы ожидаем явления Христа и побеждаем. Потому что мы ожидаем явления Христа, мы получаем венок победителей». Видите, вера, наша вера, победит любой кризис. Наша вера преодолевает уже 2000 лет. Разные несчастья, преследования, войны, диктаторов, голод, стихийные бедствия, пандемии. Церковь во всем мире за 2000 лет только лишь выросла. Она стала сильнее и больше, и расширила свое влияние. Не забывайте, церковь, преславная, побеждающая, будет совершенна в день его явления. Не волнуйтесь, об этом позаботится сам Господь, чтобы мы тоже были совершенны. Знаете, Он освободит нас так же, как Он освободил Лотов. Он освободит нас так же, как Он освободил Ноя. И вот мы подходим ко второму пункту. Бог забирает все наши заботы, когда мы спим. Я не знаю, так ли у вас тоже, но когда мы волнуемся, мы не можем уснуть. Почему волнения подступают к нам ночью? В действительности все очень просто. В течение дня все ваши волнения растворяются в каждодневных делах. Но как только ваше бессознательное видит, что вы можете думать о чем-то еще, тогда волнения и заботы выходят на первый план для того, чтобы вы их разрешили. Как же вам предотвратить то, что ночами вы ворочаетесь в постели и не спите? Просто днем выделяйте время на то, чтобы посидеть и подумать о том, что вас волнует, и поработать над этим. Волнения в основном связаны с вашей ответственностью, и вы можете планировать, когда вы будете решать эту проблему или делегировать ваши заботы к кому-нибудь другому. Кто лучше вас сможет помочь делу, таким образом вы сможете контролировать ваше волнение. Но есть еще заботы, которые находятся вне вашего контроля и сферы влияния. И вот эти заботы относятся к Богу. Давайте посмотрим, как мы эти проблемы можем передать Богу, чтобы самим не лежать ночью в постели, думая о них. Потому что если вы не спите, Бог не может решить ваши проблемы. Позвольте Богу работать. Освободите себя от заботы, делегируйте эту часть проблем ему. В Псалме мы читаем, возлюбленному своему он дает сон. Кто дает? Отец наш. Кому он дает? Возлюбленным своим. Мы есть возлюбленные Бога. Как же он дает? Он работает для нас, как написано здесь, когда мы спим. Когда у вашего ребенка день рождения, то накануне вы готовите подарки и вешаете растяжки, когда он спит. Если он не может уснуть, мы все же ждем, когда он уснет. А вы избавляетесь от забот, если они у вас есть, и вы не хотите о них беспокоиться. Потому что есть кто-то другой, кто о вас позаботится и решит ваши проблемы. Вы непрестанно хотите передать часть забот, например, при организации большого праздника. Почему? Потому что тогда вы сможете максимально наслаждаться праздником, вместо того, чтобы быть занятым в организации самого праздника. Что же это такое? Когда виновник торжества сам бегает, как бешеный на празднике. Иисус обращается к Марфе, которая суетится на его празднике в собственном доме. Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вопрос в том, просил ли Иисус сделать Марию то, что она сделала. Смотрите, если наши заботы связаны с просьбой Иисуса о чем-то, мы сами даже и не должны заботиться об этом. Но здесь мы можем задать Марфе вопрос. Марфа, кому ты служишь? Иисусу? Или же своим заботам и волнениям? В Евангелии от Матфея говорится, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родиться». Не можете служить с Богу и Мамоне. Заботы приводят к служению Мамоне, стремления к решению ваших ежедневных забот вместо стремления к Царству Божьему. Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, и для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Иисус говорит, что в жизни есть что-то гораздо важнее пищи и одежды. Он говорит, еда, питье и одежда второстепенны. Передайте заботу об этом Отцу вашему Небесному. Он знает, что вам нужно. Иисус спрашивает, «Вам нужны сведения, как я делаю это каждый день для других?» Он говорит, «Згляните на птицы в небе. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Бог не говорит нам, что работать не нужно. Думать о будущем не нужно, что все само собой придет. Видите, птицы не сеют, не жнут, и Бог заботится о них. Господь же дал нам задание сеять и жать. Если мы сеем и жнем, то мы можем доверять, раз Бог нам поручил сеять и жать, то через посев и жатву Бог нас обеспечит самым необходимым в жизни, потому что Он наш Небесный Отец. Поэтому, какими бы ни были обстоятельства, не переставайте сеять и жать, потому что это Божие правила для нас, принцип Божьего Царства. Это наша первая ответственность — сеять и жать, вместо того, чтобы волноваться. Иисус говорит вот что, «Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам, и все другое, о чем вы беспокоитесь, будет дано вам». Не волнуйтесь о завтрашнем дне. Будет день и будет пища. Иисус говорит, «Живите настоящим». Делайте то, что можете. Сейте и жните. Но не волнуйтесь о завтрашнем дне, ведь каждый день несет с собой новые задачи. Когда Иисус говорит нам о Царстве Божьем, то Он обращает наше внимание на то, что мы в первую очередь должны понять равноценность семени. Это базовый принцип Царства Божьего. И семя, мы знаем, что это Слово Божие, а пашня — это наше сердце. Иисус говорит, что Царство Божие, когда кто-то бросает семя в землю, ложится и встает, и снова ложится и встает. День сменяет ночь. Семя незаметно вырастает. И как это происходит? Он сам не знает. Земля сама рождает плоды. И видите, сейте и жать — это наша задача. Но позволить расти — это уже работа Бога. А Он позволяет семени расти, когда мы спим, когда мы отпускаем. Большинство чудес — это не результат, а процесс. Нужно было целых 40 лет, чтобы вывести избранный народ из Египта и привести его в землю обетованную. Сейте — это действие от веры. В семени есть все необходимое для роста. И каждый пользуется одним и тем же семенем. Перед каждым из нас стоят одинаковые проблемы. В том, что семена одинаковые, вы можете увидеть, что, во-первых, вам надо подготовить землю, если вы просто бросите семечко, то ваше чудо сразу же пропадет, потому что оно потеряется, оно не попадет в нужную среду. Ваше сердце начинает приносить плоды, когда вы радостны, если слышите Слово Божие. Посмотрите, в Евангелии от Луки говорится, а упавшие на камень — это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Если вы радуетесь услышанному Слову, это говорит о том, что вы сердцем приняли Слово Его, и оно начало работать, потому что радость — это самое начало роста семечка до тех пор, пока вы не радуете Слово, прощаете, и Он простит, или больных исцеляете, просите, и будет дано вам, или десять заповедей, тогда Слово Божие еще не поселилось в сердце вашем, но упало на пути. Радость от Слова Божьего — это еще не урожай. Вы можете радоваться Слову, но вдруг вновь возвратятся симптомы болезни. Вы можете радоваться Слову и все равно чувствовать себя виноватым, все равно чувствовать себя обреченным. Вы радуетесь, что Бог даст вам все необходимое, и все же вам нужно крутиться, чтобы свести концы с концами. Заботы никуда не ушли, потому что ваше сердце недостаточно подготовленное. Вы не можете справиться с этими испытаниями. И Слово умирает, а не плодоносит. Иисус говорил людям, они услышали Слово, но ушли к заботам своим, богатству и наслаждению жизнью. Семена задохнулись и не смогли дать плоды. Обратите внимание, заботы, богатство и наслаждение, все это связано с деньгами. Видите, люди теряют веру свою, когда в их жизнь приходят заботы. Заботы — это испытание вашей веры. Я думаю, что Петр просто замечательный пример этому. В бурю он видит Иисуса. Он так рад и спрашивает его, «Ты ли это?» «Да», — отвечает он. И произносит всего одно слово «иди». И переполненный энтузиазмом идет по воде. Обстоятельства не меняются. Они остаются такими же тяжелыми, пока он идет по воде. Но в тот момент, когда Петр снова начинает волноваться и теряет взгляд Иисуса, он начинает идти к одному. И видите, волнение и заботы моментально лишают вас всего, что Иисус хочет и может дать вам при жизни. Мы видим также, что люди теряют свою веру из-за богатства. Зарабатывать много денег — это обычное испытание. Мы видим это у богатого юноши, для которого его богатство стало важнее следования за Иисусом. Люди также теряют веру наслаждаясь этим миром, потому что это становится важнее, чем строительство царства Божьего. Мы видим это повсюду в наше время. Люди говорят часто о максимальном наслаждении, а потом хотят получить бесплатный билет в рай. Я думаю тогда о Димасе, который возлюбил нынешний век. Димас был одним из последователей Павла. И тут мы говорим о семени, которое падает в хорошую землю, в доброе сердце. А это те, кто слышат Слово Божие и в искреннем сердце берегут его. И с усердием выращивают плоды в нем. Чудо Слова Божьего происходит там, где люди более обеспокоены о сердце своем, чем о чем-либо другом. Охраняйте свое сердце. Берегите его, чтобы оно не наполнялось камнями из прошлого, было мягким, и не росли в нем сорняки. Сердце без волнений, сердце, которое использует богатство на услужение Господу, вместо того, чтобы использовать его для себя. Сердце, которое считает, что временно разговор с Богом важнее, чем «как же мне максимально наслаждаться мою жизнью». Если мы будем заботиться о сердцах наших и с радостью сеять Слово Божие в них, то Господь позаботится о жатве нашей. Благо Господне нам дается через то, на что мы сеем и собираем наши деньги. Я имею в виду через наш вклад и через то, что мы отдаем, тот, кто сеет, может рассчитывать на Бога, на благо его. Бог каждому дал семечко, чтобы начать с него. Все больше семян появляется только через ваш труд. Чем больше вы сеете, тем богаче ваш урожай. Во втором послании к Коринфянам мы читаем «Дающий же семя сеющему» «От это о ваших деньгах». И хлеб в пищу, вода стабилия посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Никогда вы не испытаете недостатка в чем-либо. Сейте и жните. Так устроено Царство Божие. Бог каждому дает свое слово. И посредством того, что вы вкладываете и отдаете, увеличивает Господь и размер нашего урожая, чтобы мы жили и не беспокоились о деньгах. В ближайшее время Пол Де Йонг расскажет нам подробнее, как это работает. Не только о том, как же нам сеять, но и как собирать урожай. И куда же вам отдавать? Есть два канала, с помощью которых Бог разрешает ваши заботы. Третье, что я хочу вам сказать, удовлетворение побеждает волнение. Избранный народ 40 лет ходил по пустыне. 40 лет в карантине. Народу Израиля понадобилось 40 лет, чтобы победить эпидемию неверия, неблагодарности и рабского складума. И в это время Господь заботился о нем. Магазины были закрыты, и отпуск зимой в горах им не светил. И они только ели все 40 лет курицу, воду и хлеб. Для вегетарианцев среди нас, повторю, они ели только хлеб с водой. Мы зачастую волнуемся больше о том, чего нет, вместо того, чтобы быть благодарными за то, что есть у нас сейчас. И о евреях в Библии говорится, что они так горевали об овощах и мясе, которые у них были в Египте, что стали совершенно неблагодарными и забыли о своем спасении из Египта. Что они стали бы снова рабами там, только бы удовлетворить свое желание свежих овощей и мяса. Павел пишет в послании к филиппицам, говорю, это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Видите, вы можете научиться быть довольным при любых обстоятельствах. Мы можем научиться быть довольными во время короны. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Давайте никогда не будем забывать, даже в период скудости, во время короны Бог заботится о нас и удовлетворенность делает вас благодарными. Благодарность видит то, что есть, а не то, чего нет, что возможно вместо того, что невозможно. Благодарность настраивает наши сердца на то, чтобы отдавать вместо того, чтобы волноваться. Павел говорит, я научился быть довольным. Удовлетворенность позволяет мне контролировать мои заботы. Благодарность дает нам силу. Она смещает наш фокус с забот на Иисуса. В деяниях Павел пишет, и вот ныне, по лечению духа, иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною. На душе у него должно быть с тревожным. Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но он ни о чем не беспокоится. Почему же нет? Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Павел ни о чем более не тревожится, хотя он знает, что его ждет трудный период, не зная конкретно, что ему предстоит. Как же тогда Павлу удается держать свои волнения под контролем? Потому что он не дорожит своей жизнью. Павел думает только о жизни после смерти. «Жизнь прекрасна», пишет Павел, «и я всегда выбираю жизнь, но смерть остается победой надо всем». Таким образом, Павел сконцентрирован на своем путешествии. Он говорит, «Я хочу с радостью совершить поприще мое и служение». Вы можете радоваться только тогда, когда вы благодарны. И вы благодарны тогда, когда вы знаете, ничто не встретится на вашем пути без ведома Господа нашего. Ничто не встретится на вашем пути без высокой цели. Бог не позволит, чтобы вы несли ношу, которая вам не под силу. вы все можете перенести. Отправляйтесь в ваше путешествие с радостью. Каким бы тяжелым ни было ваше путешествие, и не сравнивайте ваш путь с чужими дорогами. Я подхожу к последнему, четвертому пункту. Выражение благодарности обеспечивает вам мир, несмотря на все волнения и заботы. И снова обратимся к Павлу. Это послание к филиппицам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе. Павел не пишет о том, что ваше желание исполнится, если вы молитесь с благодарением. Он говорит о том, что у вас будет мир, если вы будете молиться с благодарением. Мир больше, чем все ваши заботы, потому что вы больше не будете волноваться. Молитва с благодарением позволяет вам сконцентрироваться на Иисусе. Все, что нам нужно для земной жизни и жизни вечной, все нам уже дано во Христе Иисусе. Нужно ли нам исцеление или земные блага, прощение или плодородие, свобода и все, в чем бы вы ни нуждались. Мы всегда должны быть благодарны, что нам все это уже дано во Иисусе Христе, когда мы о чем-либо просим в наших молитвах. Молитва с благодарением смещает фокус вашего внимания с волнений и забот и переводит его на решение проблемы. Если наша жизнь зайдет в тупик, мы всегда можем быть благодарными за тот факт, что лишь только мы сделаем последний вдох, мы вечно будем с Отцом нашим. Если мир наш придет к концу, мы будем с благодарностью и с радостью ждать пришествия Иисуса, какими бы ни были обстоятельства. Самый лучший день еще впереди. Поэтому мы благодарны в любых обстоятельствах, поэтому мы ни о чем не беспокоимся. Мир Божий, который превыше всякого ума, есть в нас. И благодаря этому миру мы держим свои заботы под контролем. Аминь. КОНЕЮСКИОНЕЦКИОНКУ